здравствуйте уважаемые любите любители астрономии гости моих каналов ученики и студенты изучающие астрономию понятие и термины астрономии очень кратко в 3-5 минут термин 131 спутники юпитера естественных спутников у планеты юпитер самая крупная планета нашей солнечной системы пятую от солнца на конец 23 года известно 95 спутников юпитера но надо сказать это число то есть они открыты еще не все кроме того юпитер имеет систему колец правда она не так видна как у сатурна но тем не менее в средствах массовой информации а также в популярной астрономической литературе спутники юпитера чаще всего называют лунами юпитера первым открыл наличие у юпитера спутников в 1610 году галилео галилео галилей и в этом же году он опубликовал небольшой небольшой эссе небольшую брошюру под названием звездный вестник по латыни он звучит так как сидериус не не нуклил нун сиус вот звездный вестник в этой книжке он сообщил что наблюдая юпитер телескоп он наблюдал четыре наиболее крупных спутника юпитера и он заявил об их открытии он их назвал ио европа ганимед и калисто сейчас эти спутники носят название галилеевых они самые крупные это яркие небесные тела которые вращаются по достаточно удаленным от планеты орбитам так что их легко различить даже в полевой бинокль галилей назвал эти спутники звездами медичи честь своего его покровителя казино 2 до медичи великого герцога герцога тосканского однако фактически первооткрывательным спутников был отнюдь не галилей а немецкий астроном симон мариус он начал наблюдение спутников но нюрнберге в конце ноября 1609 года а записи стал вести с декабря с конца даже декабря 29 декабря 1609 года сообщение об открытии было опубликовано им лишь в 1614 году и мариус предложил для спутников название взял взяв имена из древнегреческих мифов свой выбор он связал с любовными похождениями бога зевса юпитера который ну римское наименование зевса юпитер который похитив овладел тремя девушками одним юношей согласно мифам то были ее дочь бога рек и наха калиста дочь царя ликаона европа дочь царя агенура и ганимед сын троянского царя троса несмотря на одобрение иоганна кеплера эти имена хотя и были известны астрономам но использовались крайне редко обычно спутники обозначались номерами от одного до четырех порядке удаления от юпитера сам галилей с января 1610 года также предпочел числовые обозначения общее название галилеевы спутники было впервые использована в 1892 году астрономом гривенской обсерватории уильямом линном пятый спутник был открыт 9 сентября 1892 года эдвардом барнардом наблюдавшим юпитер в ригской лаборатории на горе гамильтон центральной части калифорнии он изначально не хотел давать название новому спутнику из-за того что для предыдущих четырех спутников начали входить широкое употребление название предложенные мариусом астрономы того времени рассматривали эту тенденцию крайне негативно поскольку с недоверием относились к заявлению мариуса о том что он открыл спутники первым документальные свидетельства приоритета были обнаружены ли спускай несколько лет несмотря на это для спутника было предложено несколько названий но предлагались разные названия связанные с мифологией имена указывающие на место открытия спутника колумбия эврика и так далее бернард оставался непреклонным и считал пятый спутник наилучшим обозначением для открытого им небесного тела несмотря на определенную пультуницу связанную с тем что фактически этот спутник находился ближе к юпитеру чем ранее открытые шестой спутник обнаружен в декабре 1904 года Чарльзом Перином в той же Лигской обсерватории вот а также здесь же 5 января 1905 года Перин также открыл и седьмой спутник ну и так далее давайте современное значит благодаря наземным наблюдениям системы юпитера к концу 1970-х годов было известно уже 13 спутников в 1979 году новые открытия в системе юпитера оказались связанными с пролетом космических аппаратов вояджер первый и второй было открыто три внутренних спутника юпитера два из которых находились ближе к юпитеру чем амальтея вот начиная с 2000 года систематические поиски новых спутников юпитера начали начала вести международная команда астрономов под руководством скота шепарда и дэвида джуита таким образом на сегодняшний день таких спутников 95 давайте перечислим ну хотя бы десяток два десятка спутников Итак, первый это Метида, второй Адрастея, третий Амальтея, четвертый Фива, пятый Ио, шестой Европа, седьмой Ганимед, восьмой Калиста, девятый Фемиста, десятый Леда, одиннадцатый Гемалия, двенадцатый Эрса, тринадцатый Пандия, четырнадцатый Лиситея, пятнадцатый Элара, шестнадцатый Дия, семнадцатый Карпа, восемнадцатый Валетуда, девятнадцатый С-2003-G12, двадцатый Евпория, двадцать первый Эфемия, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый также начинается С, косая линия и год, когда открытый, двадцать третий, двадцать одиннадцатый, двадцать пятый Тельксиноэ, двадцать шестой Эванте, двадцать седьмой Гелике, двадцать восьмой Ортонзие, ну и так далее, дальше чаще буквы и цифры, то есть названий уже именных нет. Вот таковы предельно краткие сведения о спутниках Юпитера. Спасибо за внимание, следующий наш термин, сто тридцать второй, это спутники Сатурна. До свидания. Продолжение следует...